Я хочу пока воспользоваться маскирующей жидкостью и сделать самые светлые участки нашего портрета, зарезервировать. Карандаш со стеркой нам уже не нужен. Как слышно, ребята? Скажите кто-нибудь. Нет, тут не будем. Тут, в принципе, уже теневая часть пойдет. Напомню, какой у нас референс. Девочка наша Полина, дочечка наших друзей, семьи. Замечательная девчушка, хохотушка, Полечка. Самые светлые участки засвечены солнышком на волосах. И немножечко по беретику тут. И немножко на шарфике останется волосенки сверенькие. Так и сделаем. Нужно по этим белым участкам, по ореолу такому. То есть это даже, в принципе, это блики даже, не ореол, а блики. Да? Блики делаем немножко. Все равно они, если сильно увлекаться маскирующей жидкостью, будут слишком жесткие края. Они все-таки пушистые, тем более там вязаный беретик. Ну, все. Я думаю, что чуть-чуть на беретике, чуть-чуть граммусечка где-то жидкости на шарфике, на волосинках. И здесь, и здесь достаточно будет. Потом, ну, я уже как-то привыкла по готовой работе, уже когда все высохнет и устроит результат. Я беру пастельный карандаш, ну, какой-то кретоколор, что-то, по-моему, такое, для кахенов. И добавляю волосинки тоненькие уже пастелькой. Получается достаточно реалистично и меньше, ну, такой край тушеванный. Ну, как для меня, обычно уходит на работу такого плана. Смотрите, если только портрет, без какой-то деталировки, где-то полтора-два часа. И смотря в какой технике, опять же. Вот как у меня была работа вот эта, если помните, я ее уже оформила. Видно там ее, нет? Вот, это ушло, на вот эту работу ушло где-то часов шесть. Потому что здесь много деталировки, я в несколько слоев, чтобы добиться вот этих переходов. Ну, долго достаточно. Мне кажется, это долго, да? Или нет? Не знаю. Вот, мы сегодня, я хочу вложиться как бы в час хотя бы, ну, может чуть-чуть, потому что в час, в 13.00 начинается эфир у Ани Расторговой. Наверное, многие хотят к ней тоже попасть, порисовать с ней. Поэтому, может быть, портрет получится не такой проработанный. Но я надеюсь, что в этом тоже, в таком вот набросочном варианте, есть свои преимущества. Так, работа вот эта, если помните, я ее уже оформила. Видно там ее, нет? Это ушло, на вот эту работу ушло где-то часов шесть. Потому что здесь много деталировки, я в несколько слоев, чтобы добиться вот этих переходов. Ну, долго достаточно. Мне кажется, это долго, да? Или нет? Не знаю. Вот, мы сегодня, я хочу вложиться как бы в час хотя бы, ну, может чуть-чуть, потому что в час, в 13.00 начинается эфир у Ани Расторговой. Наверное, многие хотят к ней тоже попасть, порисовать с ней. Поэтому, может быть, портрет получится не такой проработанный. Но я надеюсь, что в этом тоже, в таком вот набросочном варианте, есть свои преимущества. Так, маскировочная жидкость, так как она у нас с небольшим слоем тоненьким, она уже высохла. Поэтому можем приступать. Палитра у меня, все краски Меджела. Полюбила я эти краски. Понравилась мне эта фирма. Почему именно... То есть, в принципе, я все люблю фирмы. У меня Невская палитра, там Синелье, Меджел, неважно. Вот, но... И, в принципе, и вам-то все равно, да? Мне нравится очень... Вместо маски можно пастель. Нет, если пастелью прорабатывать, то... По готовой уже работе. В конце белые блики можно будет добавить пастелькой. А тогда маску не использовать вообще. И все. О, у меня руки дрожат, извините. Ну ладно. Все, поехали. Я не креплю лист ничем, потому что, если вдруг мне понадобится более длительно где-то поработать над влажным кусочком, я и с обратной стороны лист мачу. Лист, кстати, Сандерс Ватерфорд, выдерживает много, любимая марка, ну и так далее. Текстура, это... Фин. Фактура, точнее. Фактура, Фин. Так, поехали. Смачиваем флейцем всю поверхность листа вместе с флитчиком, вместе со светлыми участками, с темными. Хочу, кстати, пальтишко сделать не темненькое, не черненькое, а фиолетовое. Может быть, с бордовеньким каким-то. Чтобы оно все такой розовенький зефирчик получился у нас. Ну, это уже в процессе, как пойдет. Все. Чика-чик. Все. Пусть оно немножечко впитает воду. И приступим. Пока замочим кисти. А, по поводу цвета я не договорила. Мне нравится для этого рисунка опера. Ну, не только же в Меджелла она есть. Можно бы другой. Но в Невской палитре этой оперы нет. И, ну, будет не так немножко удобно. Ну, в принципе, тоже возможно. Так, у меня кисточки Малевич Белка Премиум. Клейцы Козьи. Маленькая для деталек. Синтетика какая-то. Это для протирки. Где-то, если что-то забываю. Тоже синтетика такая плосненькая, жестненькая. Удобно ей что-то вытирать, если вдруг перетемнили. Тоже кисточки Поседона, на всякий случай. На подхвате. Ну, пусть будут, да? Так. Все. Пока вот так вот разложимся. Все. И тряпится. Здесь нужно сейчас немножечко. Слой первой водички впитается. Набухнет наша бумага. И когда она уже становится почти, такой блеск вот этот пропадает. Можно начинать работу. Ну, можно чуть-чуть раньше. Потому что фон будет такой легкий, свободный. Хочу сделать такой оранжеватый фон. Как будто бы залитый солнцем. Беру оранжевый. Беру оранжевый, вот красный. Красно-коричневый в Миджелу очень нравится цвет. Этот он прозрачный. Потому что вы видите, какой он темный в палитре. И когда он разбавляется, он такой красный, красивый. Вот. Ну, светлый. Добавляем светлого. Ну, побольше водички, чтобы был светлый фон. Пойдем красить. Так, лимоночка. Сюда желтенький. Ну, хочу такой фон. Не знаю. Может быть и неправильно. Но мне что-то так хочется. Розовенького. Сюда добавим. Сюда у нас даже какие-то фиолетовые дела. Добавим. Вот. До шапочки не доходят. Немножко так оставляю. Хочу еще сделать. Другой сейчас кисть поменьше возьму. И возле хвостика добавлю лимоночки. Легеньким-легеньким. Вот таким. Здесь-то у нас накрыто маской. А там, ну, посмотреть по референцию, да, там такая вот желтенький такой какой-то тепленький цвет. Плюс вообще полинка-блондиночка. Так что желтый здесь очень хорошо будет. Немножко возле хвостика аккуратненько, потому что, хоть и маска нанесена, я не закрою это, но не хочу сильно жестких краев тут. И пойдет дальше чуть-чуть розовее. Так вот возьму фон. Почему такой цвет сразу сюда вбиваю? Хочется, чтобы цельная гамма такая была розоватая, красноватая. Вот так. Посмотрим, как получится. Самое интересное. Вот, хочется сюда каких-то холодненьких вещей капнуть. Не знаю, просто такой вот, по-разнообразней фон. Так, вот что-то. Так, тут немножко аккуратней, потому что мокрое. Оно друг на друга залазит. Ну, это здорово, потому что это уже как бы дальний план. То есть, изображение будет сливаться с тем, что со средой. Вот, со средой и будет хорошо. Вот хочу. Это у меня ультрамарин пошел. Сюда ультрамаринчика забросим. Вот за рулем немножко он даст такую холодинку чуть-чуть. Тут нам она будет в тему, мне кажется. И с этой стороны тоже из этого замеса какой-то средний возьмем тон. И добавим каких-то таких штучек. Здесь все светло. И такое, когда освещение блестит, где-то блики, оно отражает. Мне нравится, когда залито солнцем все. Поэтому не стоит здесь... Конечно, если здесь добавить темнее, у кого-то хвостик будет более контрастный, будет такой яркий. Но хочется эффекта такого залитого солнцем, а оно тогда все блестит вокруг. Не стоит тут каких-то темных пятен доводить. Так, легко. Чик-чик-чик. Пусть тоже вам покапал, ничего. Мне нравится. Так, тут разгоним немножко. Ах, какая хвостик единорога получилась. Так, вот, пошли. Заливка пошла на берет. Я сухой кистью убираю вот эти края. Они здесь нам будут мешать. Сейчас приступим к берету. Вот, поэтому... А тут то, что оно залилось, зашло на шарф, это даже здорово, потому что, я же говорю, все такие вот края, они добавляют, соединяют предмет со средой. Вот, то есть изображаемый предмет со средой. Это хорошо. Это нравится. Это замечательно. Так, поступаем, приступаем к берету. Берет. Сейчас зальем берет в шарф. И сразу же приступим к пальто, чтобы оно все друг к другу так вот собралось. Так, ну вот, та же, это любимая опера. Да, вот она такая красота. Шарфи. Вот, нужно почти ее в чистом виде, где беретик. Ой, где же, ну да, вот беретики, вот освещенные места. Почти в чистом виде. Но все-таки немножко вот ультрамаринчик добавим такого легенького. Захолодим чуть-чуть. И, смотрите, я обычно какой-то цвет намешала и сразу на бумаге беру. А уже добавляю по ходу пьесы. То есть какой-то даже вот из замеса какого-то этого. Не делаю отдельно каких-то замесов для там теневой части. Все как-то в процессе. Вот немножко сюда. Так как, смотрите, у нас она получается в контур... Ой, 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 свет получился. Получается, что беретик, личико и вот эта вот вся часть, она у нас в тени. И если оно будет мягенько друг друга переходить, это даже нам в плюс. Нет таких резких краев. Вот резкие перепады в освещении, это вот только вы получите на хвостике и на берете. Все остальное мягенькое такое. Ми-ми-ми. Вот. Нижняя часть берета здесь темнее. Давайте сделаем... И причем оно там темнее. Можно добавила красный и розовый. Чуть-чуть синенького. Бац, не туда. Посмотрим. Ну, нормально, да. Мне нравится. Чуть-чуть еще. Да, ну видите, здесь стекает, и мне это нравится. Я... Ну, хорошо. Вот, может быть, тут вот чуть-чуть по... Как это, акулышек, да, берета называется. Вот пусть вот немножко светлее станет. И даже вот чуть-чуть ярче его сделаем. Ой, наверное, перебор яркости. Ну, ладно, разведем. И вот тут вот край мягче. Мукрой кистью, потом сухой. Чтобы не было сильно краев резких. Опера. Тоже, опять же, в этом замесе где-то что-то перемешивается, и это хорошо. Нет чистых красок. Успеем еще добрать тон. Если что, второй слой всегда можно сделать. Так, дальше. Переходим в эту часть шарфа. Ага, сейчас еще уберу немножко. Вот все-таки здесь перебор уже в затекании наличика. Так, это я немножко подберу. Так, пошли к шарфику. Шарфик тоже вот здесь такой посветлее, потому что свет отсюда уже идет из-под билетика. Возьмем опять почти чистая опера. Может, немножечко ее стоит. Стоит, стоит, чуть-чуть. Габриф, что там? Плоскость, на которой лежит работа, идеальная горизонтальная. Чуть под наклоном. Как лучше. Я пока, у меня она горизонтальная полностью. Вот, стоит вода, стоят лужицы. Ну, лужиц нет, но если бы там было... А, еще почему я не приклеиваю работу? Как раз потому, что когда намочишь сильно, получаются бугры для портрета, это не очень хорошо. Если для пейзажа, простительно, где-то краска стечет, то для портрета это не очень хорошо. Я не приклеиваю, как раз потому, что она когда мокрая, она сама растягивается, а скотч ее все-таки удерживает. И, ну, не очень получается. Так, тут вот тоже светленьким возле личика. Раз, раз. Уже бумага здесь высыхает, не очень хорошо. Все-таки я надеялась в один прием закрыть, пока она мокрая. Но пока еще нормально. Если вдруг подсохло, можно намочить немножечко. Так, здесь хотелось бы поярче немножко взять. Ой, ну, ладно, пусть так хорошо. Пусть будет так сильно ярко. Да, акварель у меня может быть немножко ярковато. на любителя. Ну, я так рисую. Мне кажется, для детской тематики, которая меня больше всего привлекает, по крайней мере сейчас, пока у меня свои малыши маленькие. Я хочу яркости. Так, здесь хвостик у нас, и он такой уже распадается, да, там волосюночки уже редеют хвостика в этом месте. Смочить чуть-чуть водой, вот, и получается, сдать такую растяжечку в шарф, да. Даже вот так и бывает. Помогу себе рукой. Хорошо. Если вдруг где-то тона здесь нам не хватает, мы потом его добавим, но ничего страшного. Вот, где-то в узлах, да, вот, там, поярче или приглушить немножко. Вот фиолетовенькое там добавить чуть-чуть синеватое. Ну, чего. Вот так вот. Оно живее будет. Хоп-хоп. Где там еще темненькое, вот тут на беретике, да, теневая такая, какая-то теневая часть. Все, пошли в это пальто. Как раз пока оно мокрое, оно соединится, будет хорошо. Границы не будет. Я хотела сделать пальто не черное, как в референсе, как в фотографии, а хочу сделать его фиолетовым. Таким цветом. Так как это будет первый слон, он будет очень легкий. Если вдруг ошибились в цвете, ничего. Вторым слоем можно будет добавить тот цвет. Сейчас еще чуть-чуть побольше немножко. Личико здесь небольшое по размеру, можно немножко развести цвет. Вот, давайте чуть-чуть фиолетовенького бахнем. Сейчас. Ну вот, вот что-то где-то такое мне хочется начать. А там уже посмотрим. Вдруг есть... Главное потом. По цвету скорректируемся в процессе. Да, кажется чужой цвет, но посмотрим. Закрывай вместе с глазками, ничего. Их можно будет потом... Протереть. Да, немножко такой, кажется, немножко другой цвет, чем нам надо. Ну, давайте еще сюда как-нибудь. Ну, иногда так кажется. Потом в процессе оказывается, что все хорошо. Закрываем все, полностью, все личико. Да. Вот более влажная заливка лица потащила, полезла вон на беретик. Ну и ладно. Стоило бы, конечно, феном, наверное, высушить перед тем, как личико прорисовывать. Ну, еще и фена не хватало. Я просто здесь возьму, сухой кисточкой промокну, чтобы оно дальше не расползалось. Потом вот этот край добавим. Пусть пока немножко лицо подсохнет. И пока оно, ну, пока оно мокрое, мне хочется добавить туда. Обычно так делаю, сразу в первую заливку добавляю и вот полутонов всяких разных. Тут, кстати, можно воспользоваться чем-нибудь уже по-белочкам. Вверх поставим что-нибудь, чтобы была плоскость уже не горизонтально. Чуть-чуть все-таки водичкой стекала. Вот, в щечки добавим рефлексики от шарфика. Поэтому берем тот же шарфик, ту же оперу, да, с какими-то вот нашими примесями. И добавляем в щечки. В щечки сладенькие, жирненькие, да, у деток они. Почему такие всегда живые и светящиеся? Потому что у деток жир, жирок на щечках. А жирок хорошо, он такой более полупрозрачный, пропускает светскую себя. Поэтому у них щечки всегда такие сладенькие, у детишек. Вот, и тоже подбородочек, под губой нижней, то есть вот эта складочка, она тоже такая же, такая же темненькая. Даже потом придется уплотнить еще, но сейчас сразу это не буду, потому что может затечь не туда, куда надо. Вот эта вот наша, как бы нижняя часть призмы, да, носа, вот она тоже такая, как раз на нее рефлексы, что же идут, да, от шарфа, от пальто, там, от нижней части. Вот, также, ну немножко вот уже с холодинкой, да, какой-то, вот добавим чуть-нибудь сюда цирулиума какого-нибудь. Темные части в веках, в верхние веки, то есть на лобик, под лобиком, немножко слишком, холодный оттенок получился слишком, перебор будет похож на синячки. Если вдруг не хватит синего, лучше сверху потом добавить. Добавляем, прям вот пока оно мокрое, и добавляем, потому что, если, конечно, вы работаете в такой технике, хотите достичь, да, вот такого гладкого перехода, это вас не смущает края заливочек, да, какие-то, как многие художники рисуют, то можно это делать по-сухому. Если вам хватит, то лучше делать по-мокрому. Еще, наверное, не хватит. Ребята, даже не знаю, что делать. Вот, под нижней губой. Обычно в уголках пласты более темные вещи будут охлобаты тем, потому что тоненькая кожа просвечивается, при ляпче просвечиваются сосудики. Сосудики более охлобники приютают кожу. Вот раз, 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 добавим тут вкладочку нижнего века. Возможно, придется вернуть сюда, но тут сделать это первым. Ха, такая смешная, да, вообще? О, кисточка вала, ничего себе бывает. Зато, наверное, слышно было хорошо. Добавим немножко охлобники, какой-то даже, да, вот сюда в этой красненькой. Вот какой-нибудь еще, ну, что это, смешно. И вот сделать это вот волосеночки здесь. Они практически отчатываются, она кожа, она нальничка светленькая. Поэтому вот тут чуть-чуть, и все, почистилась ее волосики немножко. Далее, да? Потом придет вставить. Конечно, сейчас смотреть. Можете, ну, ничего. Следующим шагом будет, сделаем глазки. И уже будет портрет не такой страшный. Вот, как еще влажное лицо. Своей кистью сделаю бложки. Проблем сверху, да? Давайте опять сраним и пересеркнемся. Извините. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Пропустила тот момент, пока писала что-то другое, и разговаривала, и эти проблемы. Пропустила тот момент, когда вот тут все высохло. И вот эта наша маскирующая жидкость слишком жесткая стала. Сейчас уже, наверное, ничего не сделаешь. Постараюсь жесткой кисточкой отогнать от нее краску. С мокрой, синтетической, упругой кисточкой. Чтобы край этот был не такой жесткий возле маски. Потому что мы ее снимем, будет очень-очень-очень резкий край. Я здесь, что послужил, 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 послужил. И смягчаю этот получившийся констры. Ничего нет, звука нет, да? Ой, что такое? Ну, давайте еще раз попробуем. Я послужу наверху, пока выключимся. Это какой шмар. Первый эфир и на тебе. Мазя, включи. Привет. Продолжение следует...